Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Контракты на открытие четырех невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Сбербанк дает до полутора миллиардов, Норвег – 250 миллионов, Банк России – 350 миллионов. Ставки составляют от 11,9 до 13,3% годовых. Программа Экономика. В Кирове начался прием заявок от бизнеса на субсидии. Их предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на покупку оборудования для создания, развития или модернизации производства. Подать документы можно в Центре инноваций до 20 мая. Получить же можно до 500 тысяч рублей на покрытие половины стоимости оборудования, купленного с 2014 года до даты подачи заявки. При этом особо отмечается, что у заявителя не должно быть долгов перед бюджетами. Экономика на 101 ФМ Далее информация от наших партнеров. Всем известно, что сохранить деньги бывает так же сложно, как и заработать. Где хранить и в какой валюте – вопрос далеко не праздный для многих кировчан. Компания «Ажиофинанс», которая является официальным партнером открытия брокер в городе Кирове, готова поделиться своим опытом и приглашает всех желающих на бесплатный семинар-консультацию 13 апреля в 18 часов на «Карло Маркса 101». На семинаре вы узнаете об актуальных тенденциях на финансовых рынках, какие варианты диверсификации вложений доступны сегодня, а также какие дивиденды платят российские компании. Помните, только повышая свою финансовую грамотность, можно сохранить свои деньги от инфляции и избежать потерь в различных финансовых пирамидах. Предварительная запись на семинар-консультацию по телефону 711-00. И о валютах на сегодня. Доллар стоит 67 рублей 47 копеек, снижение курсу пятницы 33 копейки. Курс евро Центробанк опустил до 76-69, то есть на 68 копеек. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ.